18 июля Значит, неудачный год. Ну, что есть, то есть. Так, смотрим все подряд. Это молодой сад, посаженный 10 лет назад. Поехали. Значит, чудеса попутно. Вот то, что вы видите, это... Вам кажется, что это абрикос? Мне тоже кажется. Но, говорят, когда кажется, надо креститься. Итак, приела, сделана прививка черного абрикоса. Черный абрикос, гибрид, черные лучи с абрикосом. И результат? Полная переделка. Можно считать, на уровне генома. Почему? Абсолютно вылитый абрикос и именно абрикос и больше ничего. Вот. Лист стал абрикосовый. Так, плоды абрикосовые. Убежать никого не надо. Вот. Ошибки нет. Помню, как привал черный. И на обырке написано черный. Я туда не полезу доказывать, потому что только сейчас кончился дождь. Я сделал такой маршрут, чтобы познакомить вас с современными сортами. Сортобразцами. Сортами не имею права называть. И тем не менее, есть чем похвастаться. Идем, поехали. Значит, смотрите. Деревья замкнулись. Вот результат. Это у меня суперсорт. Называю королевский улучшенный. Да, он еще больше стандарта. Стандарта это 57 грамм. А вот раз. Вот они королевские. Это последние. Ну, показать вам, какие они были. Все любят и кушать. Ну, грязные, да. Почему падают? Что делать? Вот эти примерно уже 70 грамм. Да, 70 где-то. Это уже больше стандарта. Теперь. Почему они у меня больше? Это еще не самое крупное. Нет, закончу черным абрикосом. Итак, они будут собраны. Как их называть теперь? Ведь это вегетативный гибрид. Мало того, это химера. Это химера. О-о-о-о-о. Вот. Про них отдельный разговор. Но. Кто бы отказался от такой химеры. Вкус, как говорил Райкин, специфический. Поверили мне, нет? А, нет. Не верите. Ладно. Давайте. Возьму вот такую вот. Вот она. Сейчас я ее разломаю. Даже не... А, смотрите. Коточка, видели какой величины? Это что, мелочь? Коточка, кстати, из черного абрикоса похожа. Давай я... Чистый, прекрасный вкус. Не, не могу. Съем вторую половину. А, завидуйте. Надоешь завидовать. Закажите косточки. Если остались нигде на черный абрикосах, это ему не повредит. Ждем дальше. Лучше на Королевскую смотрим с этой стороны. Так. Здесь была прививка. Мощная, двухлетняя. Третий год умерла. Это Петр Великий. После этого плоды начали укрупняться вон они. Но повторяться не буду. Следующее дерево. Эти уже одно отошло, другое было пусое. Изувечил я его. Смотрите. Это горькая правда. Вы думаете, я сухие ветки отрезал? Клянусь Богом. Я отрезал на прививку. Страшная беда постигла это дерево. Следующее, идем, это пусть будет называться, знаете как, это будет называться, путешествие продолжается. Посмотрите на эти плоды, они все не созрели. Это академики переделанные. Потом, когда я их на весах взвешу, ахнете. Что, граммовики? Латинков Юрий Алексеевич. Так, фокус был плохой, могли и не видеть, что я показывал. Ну ладно. Следующее дерево с Украины. Уменьшилось несколько раз. Пока без комментариев, я просто развожу руками. Следующее дерево, Сахаталинский. Вот, это будет покрупнее. Причем, чем ближе они, эти деревья к культурным, тем они крупнее получились. Вот, еще, а что интересно, вроде бы были с одного дерева, а качества все разные. А почему? А у них теперь супруги есть. Вон они. Я потом сюда подойду. Вон абрикосы, видите? Ахнете, какие плоды. А пока, вот смотрите, Сахаталинский улучшается, но постепенно. Я покажу, который не захотел улучшаться. Видите, вот такие. Вон, смотрите, сколько зелени. Плохо видно, подумайте, что тут нет плодов. И другая крайность, самый дальний из них оказался. Вот таким вот. Я его тоже собрал. Урожайность сумасшедшая, это остатки. Я вам вчера показывал, как я собирал. Урожайность сумасшедшая. Вот. Моростойка сумасшедшая. Плоть до приполярных округов пойдут. Ясно? Вот. Я считаю, что где-то и такими нельзя, нельзя брезговать. Даже вот такими. Хотя они самые невкусные. Теперь. Так, сейчас. Что-то бы не пропустить. Туда я не пойду. Отсюда покажу. Вот почему. Повторяться не буду. Итак, Фаина. Последние плоды. Квадриди. Вот они. Ой, ё-моё. И это, и это, и это. Куда растёшь? Вот Фаина ещё рекордней стала. Что же мне делать-то? Если я сейчас оторву. Она ещё не спела, ещё грамм пять даст. У меня сломался этот висе электронное. А как она выглядит? А вот. Сюда упала. А вот это? Нет, вот это, наверное. Покажу. Вот. Вот сколько. Видите? Никогда не боритесь с муравьями. Это их дань муравьям за их работу. А работа муравьям, это что? Это чистые. Без единой дырочки листья. Спасибо, друзья. Спасибо. 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 Вот. Я вот это всё оставляю. И знаете, как я делаю? Сейчас скажу. Я не могу оставить эти косточки. Я их каждый день собираю, собираю. Она сыпется, сыпется. Это я вам жалуюсь. Собираю, а потом я делаю вот так. Я беру ведро. Смотрите. Вот так делаю. Раз. Смотри, сколько там муравьёв. Видели? Это ещё недавно упало. Косточку забираю, а это оставляю. Это самое главное. Не верить этим самым якобы специалистам, которые требуют вычистить всё. Всё вычистить. Но долбят всю деревню, не попадаться мошенникам, не переводить им деньги. Так что, видите, деревня достаточно, как бы сказать-то, современная. Ой. В общем, посмотрели на Фаину. Вот. И каждая будет косточка собрана. Им всё нынешно. А это что? А это последнее, наверное, у меня плодик серафима. Он вообще-то позднее, но так бывает, что из этой дикожиры он стал средним. Итак, серафим сохранил хотя бы красноту. Видите? Хотя бы красноту сохранил. Вес для него предельный. Вот. Так, когда большой рожан мельче. Ни всё. Идём дальше. Это... А, это, наверное... Да, это ещё от Фаины падали. Вон, косточки. Вон, муравьи. Сбегали. Так, идём дальше. Это чудеса. Это особый сад. Он единственный на планете. Второй у Латинкова, царства у небеса, его жены и вдовы. Нету больше. Почему вам не надо? Почему? Что за люди такие? Почему это самое? Я смотрел в Тимирязевскую академию. Искал, 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 искал сад абрикосовый на их сайте. Что, засекретили, что ли? Или его сроду не было? Только саженцами торгуют неизвестного происхождения. Идём дальше. Где-то я пропустил, наверное... Где-то одно дерево я пропустил. Постараюсь вернуться. А то подумайте, что у него урожая не было. А, вот она. Так. Смотрим. Берка на нём потеряна. Пойди догадайся, что это за плоды. Тогда неинтересно, раз берка потеряна. Ага. Так. Где-то я ещё тут видел. Так, ладно. Я уже весь мокрый. На меня и с неба капает. Жалуюсь вам. В каких нечельских условиях я должен работать. Вот. Как там было это? Мультфильмы жалуются. И никто не... И никто не забыл. Так, идём. Яблоки проходим. Шикарные. Груши проходим. Снова яблоки проходим. Так. Куда ты идёшь? Ё. Вот это да. Вот это я вам скажу да. Вы знаете, что это такое? Это дар небес. И тот увеличился в размерах. Смотрите. Это ещё неспелые середнячки. Когда-то мне Сверин прислал в царство небеса. Я ему вышел посылку. Он мне вышел посылку. И вот это чудо теперь у меня. Вот такие они примерно. Так. Ну, не такие. Вот такие. То есть опять увеличились. Ну, не должны они увеличиться. Ну, не имеют они права увеличиваться. Не имеют. Не имеют. Понимаете? Вот. Ну, получаю я. Постоянно получаю. Вот. Это результат переопыления. Но ведь это же ещё только вот эти косточки-то и будет результат переопыления. Вот. Это ещё всё впереди. Но ведь на самом-то дереве кто их увеличил-то? Цвет изменился. Они были ярко-красные, когда ко мне попало. Дошло до жёлтых. Потом частичная краска вернулась. Вот. Кто у него супруг? А тут столько, что и не знаешь действительно кто. Ну, чё, полюбовались. Где-то ещё одно дерево, чтобы вас убить до конца. Нет, наверное, не здесь. Пожалейте меня мокрого, а? Я буду выбираться отсюда. Я буду выбираться отсюда. Это ещё резкость. Орожай. 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 Ну, нельзя же мне отвлекаться так часто. Нельзя. Это стартовая слива. Знакомьтесь. Всё. Всё-всё-всё. Пока-пока. Пока-пока. Вот. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Продолжение следует...